В Узбекистане произошел вопиющий случай. Учительница русского языка в ташкентской школе во время урока вела себя неадекватно по отношению к русскому мальчику и призвала его уехать в свою Россию. Недавно стало известно, что она уже арестована, но по другому поводу. История оказалась еще более запутанной. Об этом мы и расскажем в нашем выпуске. Как выяснилось, эта женщина не только эмоциональна, но и нестабильна. Это стало очевидно всем после появления видео с нападением на ребенка. Правоохранительные органы Узбекистана также обратили на это внимание. Напомним, инцидент произошел в ташкентской школе. Учительница на уроке общалась с детьми только на узбекском языке, хотя не имела на это право. Один из мальчиков попросил ее объяснять урок на русском языке. В ответ разъяренный педагог, видимо не признающая русский язык, схватила мальчика, прижала его к доске и начала распускать руки. Сопровождая свои действия оскорблениями перед всем классом. Родители, узнав о случившемся, потребовали записи с камер и встречи с учителем. По их словам, учительница заявила, что ни о чем не жалеет и считает, что Узбекистан – страна для узбеков, а остальные пусть уезжают. Она также подчеркнула, что на ее уроках нельзя говорить на русском языке. Мальчик сейчас в депрессивном состоянии и боится идти в школу. Через некоторое время родители подали жалобу в прокуратуру. Там заявление приняли, но пояснили, что по закону директор получит предупреждение, а учительница должна будет заплатить штраф. Согласно официальному заявлению Управления дошкольного и школьного образования Ташкента, учительница русского языка работала в школе первый день и была принята на работу на испытательный срок без официального приказа на оформление. Официальные власти Узбекистана прокомментировали ситуацию, заявив, что ничего страшного не произошло и ребенок не получил серьезных травм. Однако теперь выяснилось, что учительница под арестом по делу о нападении на заместителя директора уже в другой в школе. Чего уж там не поделили педагоги, неясно. Зато есть один красочный кадр, где склочный учитель пытается схватить за волосы оппонента. Драки не случилось лишь благодаря вмешательству сотрудников полиции. Но и бравых стражей порядка педагог попыталась ударить «вот, что значит целеустремленный человек». В результате срок ареста, пока административного, составил для дрочливой учительницы семь суток. Кроме того, она должна выплатить штраф. По факту избиения ребенка в отношении женщины ведется доследственная проверка. В России достаточно жестко отреагировали на поведение учителя. Можете себе представить, какой вой бы поднялся, если бы аналогичная ситуация произошла в России с мигрантом. Хотя Узбекистан не сталкивается с волной этнической преступности из России, ведь из нашей страны туда не едут убийцы, насильники, наркоторговцы и ваххабиты, возмутились авторы канала «Многонационал». Член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Хмедова считает, что в этой истории Москве нужно реагировать двумя путями. Женщина избила мальчика, просто избила как мужик. Мальчику вечером вызвали врача, мать пожаловалась директору на избиение, но та ничего не хотела делать. Она в это время гуляла на свадьбе. Насколько я понимаю, все вообще уперлись и не хотят ничего делать. Учительница себя виноватой не считает, по ее мнению, пусть мальчик уезжает, как и все, кто не хочет говорить на узбекском. Я считаю, в этом случае надо поступать так. Первое. Упростить для семьи мальчика получение гражданства России, если семья захочет переехать. Второе. Внести учительницу и ее ближайших и дальних родственников в список невъездных в Россию пожизненно. Тех, кто находится здесь, попросить уехать. Она должна быть наказана. Если ее не хотят наказать за насилие к ребенку в Узбекистане, пусть получат наказание от России, написала Ахмедова. Политолог Сергей Колясников обратил внимание, что инцидент произошел в русскоязычной школе Узбекистана, то есть школе, которую финансирует Россия. Это, видимо, в благодарность за то, что Россия в этом и прошлом учебном году выделила для граждан Узбекистана 800 квотных мест в своих вузах. За миллиардные инвестиции, строительство новых школ и открытие филиалов российских вузов. За миллиарды и миллиарды, которые Россия вливает в Узбекистан. Удивительное дело. Выходит так, что у всех этих мигрантов две родины. Одна в Узбекистане, где они творят с русскими, что хотят. А вторая в России, где они с каждым годом через диаспоры и продажных чиновников, ломают под себя всю систему от социалки. До медицины и образования, подчеркнул эксперт. Россияне в сети призвали МИД РФ дать жесткую реакцию на произошедшее и потребовали защитить мальчика от агрессии русофобов. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Всем добра, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok